ПЕСНЯ 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 За добросовестный труд и преданное отношение к своей деятельности в День поселка наградили трудовые коллективы и работников совхоза имени Ленина. Это люди, которые действительно любят родной край и то место, где живут. Бесспорно, совхоз имени Ленина показывает отличные результаты по всем фронтам трудовой деятельности. Все то, что делается сегодня трудами Елены Ивановны, трудами Павла Николаевича Грудинина, все идет на пользу не только поселку совхоза имени Ленина, но и прежде всего и главное на пользу Ленинского района Московской области. Разрешите мне поздравить вас с этим праздником от имени главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова пожелать вам всего самого-самого доброго. Ваш поселок, ваша территория – это жемчужина Ленинского района, это жемчужина Подмосковья. Поговорив с местными жителями, понимаешь, люди любят свое поселение и рады здесь жить. Наш поселок уникальный, таких больше нету. Самый лучший, очень нравится. Это потрясающее место, это сказка. Такой у нас садик, замок детства, вообще красота, чистота. Такую школу нам строят. Процветай совхоз, всего тебе самого наилучшего. Здоровья, удачи и развивания дальше поселка. Нина Николаевна в совхозе имени Ленина живет уже полвека. Она вспоминает, когда-то здесь стояли одни пятиэтажки, не было дома культуры. Все нынешнее богатство и гордость поселения создавалось на ее глазах. Я в другой раз сама иду, и думаю, боже, неужели это наш совхоз? Вот так настолько все сделано. Самое главное, храм появился у нас здесь. Все на месте. Мы очень рады, что мы живем здесь и все делается для людей. Большое внимание в поселении уделяется спорту. Здесь расположен муниципальный фитнес-центр, который может конкурировать со многими частными спортклубами. На территории совхоза постоянно проводятся соревнования и даже свои команды по разным видам спорта также присутствуют в этом списке. Вот и в день поселка на школьном стадионе состоялся традиционный турнир по мини-футболу. Мы прилагаем максимум усилий для этого. Участвуем в совершенно разных соревнованиях, в совершенно разных видах спорта. Пытаемся охватить максимум. Потому что чем больше будут дети проводить на спортивных площадках, на свежем воздухе, либо в залах спортивных, тем будет больше у нас здорового поколения в будущем. Обширная программа мероприятий продолжилась в парке поселения. Здесь предстояло открыть вторую часть детского городка. Трудно было не потеряться в толпе, хотя, кажется, в момент открытия замка детей это не волновало. Немаленький парк совхоза имени Ленина был наполнен ребятишками. Они действительно попали в сказку. Злая ведьма захватила замок и не давала доброй фее войти туда с друзьями. После магических заклинаний добру удалось победить зло, и малыши смогли проникнуть в новую зону игр. Вместе с замком на территории парка начал работать батут, который очень пришелся по душе детям. Но больше всего впечатлений, конечно, было от сказочного лабиринта с горками, тоннелями и потайными комнатами. Все красиво и много горок. Мне понравился замок детства тем, что он такой большой, и в нем есть горка, в нем даже есть туннель такой. Вот такой светлый, добрый, полный детских улыбок праздник состоялся в совхозе имени Ленина. Это был день поселка, который прошел на ура. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Виднет-ТВ.